Друзья, всем привет на моем канале! Меня зовут Алекс, кто первый раз? Сегодня интересное видео, я расскажу интересную историю. Мы сегодня ездили вдоль побережья, в сторону Лос-Анджелеса, от нашего Дана-Пойнт до Нью-Порт-Бич. Это как раз около минут сорока езды на машине. Очень красивая дорога, она идет вдоль пляжей, вдоль океана. Очень интересно, я покажу, как раз таки поставила, немножко поснимала, чтобы рассказывать вам было видно вообще, как это выглядит. Камера, конечно, не передает. И расскажу, почему мы туда поехали, и интересные такие вот размышления, интересную информацию как раз об украинцах, которые живут давно уже в Калифорнии, и об украинцах, которые только сейчас приехали, и как они устраивают свою жизнь, кто помогает, вот как это происходит. Недавно мы получили приглашение с информацией о том, что ребята, украинцы по происхождению, из диаспоры приглашают всех в Нью-Порт-Бич на завтрак, всех украинцев. И что меня заинтересовало, они написали, что они рождены в Америке, но их родственники приехали сюда, эмигрировали еще в 1900 году. То есть получается, это диаспора, и то есть это американцы с украинскими корнями, которые хотят познакомиться вот с украинцами, которые приезжают сюда. В общем, нас пригласили на завтрак с 8 до 10, утром здесь многие встают рано, потому что потом работа именно в красивом месте с видом на океан в парке Нью-Порт-Бич, это вот рядом с Рвайном, это как бы практически часть Рвайна, ближе вот к океану. Вот смотрите, я сейчас как раз показываю это место. И меня это заинтересовало, потому что мы сейчас, так как ищем работу, ищем знакомство, ищем общение, ищем ну все полностью с нуля, я очень обрадовалась возможности познакомиться вот как раз таки с членами украинской диаспоры, с украинцами, вот, которые здесь давно живут. И мне понравилась сама идея вот такая вот, они говорят, мы купим кофе, мы купим круассаны, какие-то вкусные штуки и всех пригласим. Для меня это вообще просто супер идея, мы тут же зарегистрировались, и вот мы решили встать в 6 утра, в 7 мы выехали в Нью-Порт-Бич с радостью. Я всегда говорю да каким-то интересным знакомствам, и всегда вижу в этом перспективу, не обязательно только там найти работу, жилье или что-то вот, а и перспективу общения, перспективу возможностей, каких-то эмоций. Ну, для меня это очень важно. И мы взяли детей и поехали вот по красивой дороге в новое место в Нью-Порт-Бич. Да, это так, это вот я вам показываю кадры, это очень красивое место, надо было снять лучше, я так по-быстрому сняла вид на океан, на берег, вот. И здорово познакомились, действительно, это муж и жена, молодая пара, которые интеллигентные ребята, которые вот говорят, что очень здорово, что вот приехали, кто отозвался, это несколько семей украинцев, в основном те, кто сейчас приехали вот как раз по программе тоже ЮФАЮ, как мы в Америку, в Калифорнию. И я, конечно же, услышала интересные истории, познакомившись вот с этими людьми, с нашими. То есть каждый рассказывал историю, как они попали, как они выезжали, какие у них были сложности из-за войны. То есть это очень настолько вот важно всё было услышать. И меня поразила, кстати, одна история вот одной семьи из Восточной Украины. Я хотела с вами тоже этим поделиться. Они с маленьким ребёнком из Харькова приехали, получается, недавно, месяца три назад в Калифорнию. И приехали совершенно в никуда, в шелтер. То есть, оказывается, тут есть, вот всем для информации, есть шелтеры, которые принимают украинцев и, я думаю, что и других беженцев, где можно бесплатно жить около четырёх месяцев, пока ты ищешь работу, жильё, делаешь документы. Можно жить как бы это как общежитие, такие вполне нормальные, как бы в принципе нормальные. Но это лучше, чем те, вот мы жили в лагере для беженцев в Германии, где там по 200 человек на комнату. А это всё-таки как общежитие. И вот ребята там жили, приехали вот так вот буквально в никуда, решились. И потом оказалось, что мы учились когда-то вместе вообще, то есть в одном вузе. В общем, очень здорово. Я очень надеюсь, что я обрела новых знакомых, новых приятелей. Меня это радует. И вот что очень важно, они решились вот так вот приехать с ребёнком. И сейчас вот как у них сложилось. То есть они работают. Один из американцев узнал эту историю, пригласил их жить к себе в дом. То есть у человека есть возможности помочь вот такой вот семье. То есть их пригласили, они до сих пор живут там, но он им помог с работой. То есть у самого, получается, мужа из этой семьи, английский, небольшой совершенно, у жены лучше. И он даже с таким английским, он пригласил его на работу, причём совершенно за нормальные деньги. Для старта это было 200 долларов в день, сейчас это 350 долларов в день. То есть это в месяц в районе 7 тысяч долларов. Это вполне можно с семьёй жить и снимать хорошую квартиру. Потому что вот Ньюпорт Бич, Ирвайн, там квартиры 2-bedroom стартуют где-то от 3,5 тысяч долларов в месяц. Но у них 3 человека, семья это где-то, ну, в районе 3 тысяч нужно платить только за квартиру. Это ванн-бедрум, плюс опять же бензин, вот они заработали уже деньги, они купили гибрид-машину небольшую. То есть они полностью, совершенно вдохновлённо рассказывают о том, что будут строить своё будущее. И о том, что им помогает вот человек, который опять же посмотрел, как они живут в шелтере. Понятно, что там не совсем плохо, но опять же это всё вот, это не та жизнь, которую хотелось бы в общежитии. И вот этот американец, когда его спросил, этот муж, вот парень, которому он помогает семье, почему вы нам помогаете, то есть вы помогли с работой. В принципе, работа нормальная, это не грузчик, это не там кто-то, это светооператор, это помогать выставлять свет в его рекламном агентстве. То есть он спросил, почему у меня нет опыта, у меня нет толком языка, вы мне помогаете, вы нас поселили к себе в дом. Он сказал, что у меня всё, в принципе, есть в жизни, и я хочу чем-то поделиться, я хочу поделиться добром и вообще помочь людям. То есть вот такая вот мотивация. И вот такие вот истории для меня слышать, это настолько важно, настолько приятно, настолько близко, что люди делятся, помогают семьям сейчас в таких сложных ситуациях. То есть человека на, в принципе, нормальную зарплату буквально с нуля обучают, помогают, семье дали дом, и вот они сейчас ищут уже квартиру, потому что они могут уже её арендовать, потому что цены, конечно, тут огромные на недвижимость. И вот украинцы рассказывали свои истории, кто как вот приехал. Были семьи из Харькова, которые пострадали, пострадали родственники. Это всё очень тяжело услышать, но люди нашли силы, забрали детей, строят своё будущее. Вот здесь, в Америке, ещё и в таком штате, как Калифорния. И здесь, на самом деле, очень большая украинская диаспора. Говорят, что именно в Оранж-Каунте с востока Украины, с центра Украины, с Киева. И вот я вижу, что есть какой-то коннект помощи сейчас украинцам. И вот ещё, друзья, я задумалась над тем, что вот эти ребята, которые нас пригласили, их прадедушка в 1900 году из Украины приехал в Америку, сначала в Нью-Йорк, потом в Калифорнию. И так вот пошёл род, пошла семья. И вот его дети, потом внуки, правнуки, вот они, слава богу, не знают всего того ужаса, который испытали украинцы за эти век и четверть. Получается, там 123 года — это репрессии, войны, нападения соседа постоянно, голодоморы. Вот эта диктатура жуткой перестройки, вот этот весь ужас. То есть я думаю, насколько это было правильное, наверное, решение. Я не знаю, может, так нельзя говорить, но человек… Я думаю, что было очень непросто в 1900 году сесть, как-то добраться точнее до Тихого океана, на каких-то кораблях переплыть его в никуда. Не было интернета, не было телевидения. То есть не понимая толком и не зная, что там за океаном. Вот как бы переплыть, добраться и построить жизнь, и дать потомство, дать будущее вот такое вот в такой стране, как в США своим детям и внукам, правнукам. Потому что в данном случае это были правнуки этого вот человека. Для меня всегда вот это такие вот важные моменты. Просто у нас есть такие истории в нашем роду. Я когда-нибудь поделюсь обязательно историями из нашего рода, которые меня вдохновляют. Потому что когда я смотрю в наше прошлое в семье, я вижу, беру оттуда лучшие моменты, лучшие качества, черты. И я понимаю, что раз они так могли, значит, и мы должны мочь, и должны двигаться вперёд и давать будущее своим детям. Вот об этом хотела вам сказать, что меня это прям вот так вот зацепило, можно так сказать. И ещё хотела сказать, что была одна девушка на встрече. Её родители переехали в перестройку. И она, судя по всему, родилась здесь. Они ещё по первой грин-карте переехали в Калифорнию, тоже из Украины. И вот она говорит, что тоже никто не знал, как будет. Все отговаривали, говорили, что это очень тяжело, невозможно, что вы там пропадёте. Не было никакой информации, потому что это было там лет 30-40 назад. Ну вот так она родилась здесь. У неё уже дети, у неё муж американец. Она занимается своей профессией любимой. То есть всё в порядке. И опять же за спиной нет этих воин. Я не знаю, правильно ли я говорю. Все понятно, что не могут выехать. Ну вот такие истории я хотела поделиться с вами именно вот такими вот историями, которые вот я сегодня услышала. Показать немного красивых видео дороги, побережья, вот этой вот именно дороги вдоль океана. Вот просто которая меня вдохновляет. И я всегда мечтала именно по такой дороге ездить. Друзья, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.